МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В этом выпуске. В новый путь? Ну, хочу сказать, что мы стали. Спасибо. Как глава Барнаула Сергей Дугин попрощался с коллективом? Конечное. Восточный жилографик разный. Очень бывает, что он на автобусе. Почему жители Барнаула часами стоят на остановках в ожидании автобуса? Человек-собаке вдруг... Их отмыть невозможно, потому что он просто полностью вся шерсть пропитана. Псу, который попал в яму с гудроном, нужна помощь. Атмосфера в зале была почти семейной. Сегодня в администрации Барнаула бывший глава Сергей Дугин, который накануне подал в отставку, прощался с коллективом. На встрече присутствовал и губернатор края Виктор Томенко. Сергей Иванович Дугин, которого мы сегодня провожаем, честно, ответственно и достаточно эффективно работал в течение почти четырех лет. И если объективно посмотреть на вещи, то улучшение положения дел по самым разным направлениям в жизни в городе видны, что называется, невооруженным глазом. Конечно, наверное, не все удалось сделать так, как хотелось бы. Где-то, возможно, что-то и не получилось. Были дискуссии, были где-то и претензии, ну, а как в нашей жизни без них. Губернатор отметил, что правительство региона поддержит город, пока не будет избран новый глава, а на данный момент исполнять обязанности руководителя доверено Вячеславу Франку, бывшему первому заместителю главы администрации Барнаула, который также поблагодарил коллегу за совместную работу и вручил подарки. Отличительный знак за вклад в развитие Барнаула и часы с гербом города. Сохраните эту положительную энергию и позитивное отношение к жизни, которым вы ежедневно делились с нами. Счастья вам и вашим близким. Коллектив администрации города Барнаула. Слова благодарности и поддержки Сергея Дугину выразили также председатель АКЗС Александр Романенко, председатель городской думы Галина Буевич. Сам виновник встречи был растроган, очень эмоционален и поблагодарил всех, не только присутствующих, но и всех жителей в зале. Обращаясь к жителям краевой столицы, я хотел бы поблагодарить тех жителей, которые были с нами в эти годы, за инициативу решения всех насущных проблем городских, за какую-то настойчивость, за понимание и терпение к тем временным проблемам, особенно в период лета и осенью, когда идет благоустройство и подготовительная работа к отопительным сезонам. Ну, огромное спасибо, что так воспринимали. Но хочу сказать, что мы стараемся. Спасибо. Ну, а в нашу редакцию обратились люди, которые недовольны работой общественного транспорта. По их словам, после девяти вечера уехать на автобусе почти невозможно. Мы решили узнать, почему транспорт так редко ходит по вечерам и действительно ли проблема есть. Открываем известные барнаульские паблики ВКонтакте. Здесь довольно часто размещаются посты с жалобами на общественный транспорт. Например, вот самый свежий. Общественники обратились в прокуратуру по поводу работы трех городских маршрутов. Номер 1, 24 и 10. Пассажиры вынуждены ждать от 20 минут до часа, либо ехать с пересадкой. А некоторые барнаульцы жалуются на то, что уехать вечером почти невозможно вообще на любом транспорте. При этом в вечернее время люди не могут уехать не только из отдаленных районов города, но и из центра. Барнаульцы говорят, нередко автобусы просто проезжают мимо, вместо того, чтобы сделать положенную остановку. Десятка очень редко ходит. Хоть туда, хоть сюда. На восточном жилу график разный. Очень бывает сложно на завтрашнем автобусе. На самом деле сейчас транспорт нам стало намного хуже автобусы. Особенно вечером. После восьми вечера вообще проблемно уехать. По любым направлениям причем. А здесь не транспорт, но заметно хуже. В комитете по дорожному хозяйству сказали, что центр «Транс» занимается расписанием маршрутов. Согласно ему, последние автобусы выходят на линию примерно в 22 часа. После, грубо говоря, восьми часов вечера большая часть автобусов сходит с линии, потому что они обеспечили утренний пик. То есть вывез людей к местам работы, учебы именно утром. В вечернее время остается процентов 20 автобусов, которые именно с увеличенным интервалом заканчивают работу. Чиновники объяснили, что летом количество городских автобусов уменьшается из-за дачного пассажира потока. Часть из машин выходит на пригород. В холодное время года провалы в расписании объяснили поломками. При этом покупать дополнительные автобусы не планируют. Как и увеличивать количество маршруток в вечернее время. По словам представителя Дорожного комитета, это экономически невыгодно. До 23.30 ходят только трамваи и троллейбусы. А если вам этот транспорт не подходит, добирайтесь до дома пешком или на такси. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. Еще один дорожный участок краевой столицы, пересечение улиц Мамонтова и Челюскинцев, перекрыт для проезда на две недели. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» там ведут капитальный ремонт полотна. Чуть больше километра за 19 миллионов рублей. Ремонт капитальный. Такой масштаб город смог позволить себе лишь в рамках федеральной программы. Хотя ремонта двухполосна улица Мамонтова требовала давно. Она соединяет город с Нагорной частью, пропускает общественный транзитный транспорт. Высокой интенсивностью било полотно. Его заменят полностью с учетом современных требований. Ведутся подготовительные работы у нас по устройству тротуаров, то есть снятие излишков грунта. И, как мы видим, на данном участке у нас происходит углад косвокобетонной смеси для устранения выравнивания профиля и отвода застоя воды. Вопрос обустройства улицы Мамонтова в первую очередь связан с напряженной ситуацией как с поверхностными стоками, так и с высоким уровнем грунтовых вод. Именно для этого у нас здесь будут применяться и перепускные трубы. По словам власти, здесь и на других участках безопасных и качественных дорог строят с опережением сроков. В рамках федеральной программы уже выполнено две трети объема работ. Напомним, этим летом в список попало 33 участка в Барнауле. Рассмотрение уголовного дела по Барракуде отложили на 27 сентября. Сегодня в Барнауле прошло первое заседание. Капитана корабля механика обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчины, несмотря на шторм прогноз, вышли в рейс. В итоге Барракуда врезалась в опору моста. Пострадало тогда более 40 человек. Все это было год назад, в том числе дети. На заседании суда присутствовала сегодня моя коллега Дарья Эйдемиллер. Передаю ей слово. Сегодня в Центральном районном суде города Барнаула рассматривают дело о Барракуде. Обвиняют капитана корабля и механика в оказании услуг, не отвечающих требованиям. Напомню, 23 июня 2018 года вечером на рейс вышел корабль Барракуда. И из-за непогоды он врезался в опору моста. Тогда пострадало много людей, в том числе дети. Пострадавшие, кстати, говорят, что их было гораздо больше, чем заявлено в ходе слушания дела. Около 150 человек было на Барракуде. А это правда, что не всем жилетам хватило? Хватило только тем, кто были на внешней, там, где лавочки стоят, на самой веранде. Когда ребятишек, стариков загнали всех в буфет, там никому не хватило вообще. Детки были и на руках были, и инвалиды были, и что там только не было. Но старики с костылями были. Не хватило никому, кто был внутри. И серьезно пострадали? У меня ребенок находится на учете психиатрической больницы. Семь лет было ей на тот момент. А вы скажите, почему в тот момент решили все-таки продолжить следование? Так это нужно. Почему? Не было задумано никаких умышленных преступлений. Но шторм прогноз был? Нет, шторм прогноза не было. Сегодня прошло первое заседание по этому делу. Изначально его было решено рассматривать в особом порядке, потому что капитан корабля и механик признавали свою вину. Но сейчас, сегодня на заседании, они от вины отказались. И дело было решено перевести в общий порядок. И поэтому сейчас заседание прекратили. Мы будем следить за развитием событий. Дарья Демиллер, Николай Шилко. День с толком. Ну а сейчас о собаке, за судьбой которой уже несколько дней следят пользователи социальных сетей. Пес из гудрона все еще в стабильно тяжелом состоянии. В приюте Бусенко, говорят, необходимо обследование, а его можно провести только после полной очистки тела животного от мазота. Над этим волонтеры уже работают четвертые сутки и будут заниматься всю неделю. Мои коллеги съездили в приют. Там о собаке говорят, крупно повезло. Сейчас у нас в студии Анастасия Дороган. Настя, привет. Скажи, пожалуйста, в каком состоянии пес и какая помощь от жителей ему нужна? Жень, привет. Состояние пса все еще оценивают как стабильно тяжелое, потому что окончательное заключение даст врач только после обследования, а его можно провести только когда пса окончательно отмоет. Поэтому сейчас собаку нужно просто поддерживать в хорошем состоянии. Для этого ее нужно кормить. Конечно, нужна еда, корм можно привозить. И нужны деньги на лекарства. Ну а всю историю я вам сейчас расскажу. Хрип, стон, поскуливание из последних сил. Вот что услышали в тот день барнаульские спасатели. Пошли на звук и лишь по звуку нашли на фоне черного озера из мазута торчащую голову пса. На фото видно, что он практически сливался с поверхностью. Яма с нефтяной жидкостью находится на территории асфальтового завода. Она закрыта. Сюда может пройти далеко не каждый человек, а вот бродячий животный лазейку находит. Спасатели сначала тянули пса с берега, но битум жестко держал собаку. Начали на озере делать гати. Ложить палки, куда наступать, чтобы вытаскивать уже с четвером. Выдернули эту собаку. И начали отмывать подсолнечным маслом. Там же взяли килограмм десять этого гудрона. Можно было смыть битум бензином или соляркой, но пес бы отравился. Поэтому пришлось смешать посудомоечное средство и подсолнечное масло. Масло не давало битуму прилипать к шерсти. Четыре часа. Пса мыли спасатели, затем уже волонтеры. Тяжелую собаку согласились принять лишь в приюте Бусинка. После этой истории туда тянутся неравнодушные. Мы с коллегами тоже решили помочь и купили для пса сухой корм. Кстати, первое, что нам сказали в приюте – надеть перчатки. Хотя животное моет четвертый день, работы еще много. Их отмыть невозможно, потому что он просто полностью, вся шерсть пропитана. То есть ее только можно, да, пом, ее только отрезать можно вот так. Сейчас остались самые тяжелые места на теле. Необходимо прочистить уши и глаза. Между тем, пес уже с удовольствием гуляет, но недолго, много сил уходит на водные процедуры. Все это собака терпит стойко. Кстати, псу дали кличку Гудроша. В приюте о нем говорят мужественный и спокойный. Он социализирован достаточно. Он вообще, в принципе, я ни разу не слышала, чтобы он лаял. Он, если ему что-то не нравится, он скалится. Но, опять же, на меня, я не разу, я видела такое только один раз, когда он на мою дежурную начал скалиться. На меня он абсолютно никакой агрессии не проявляет. Сегодня начал мне вилять хвостом. Это первая эмоция, которую он мне вообще, в принципе, показал. Тем не менее, пес в стабильно тяжелом состоянии. В приюте переживают, что битум и интоксикация скажутся на почках и сердце. Волонтеры будут благодарны любой помощи, будь то сухой корм или деньги на лечение. Сейчас контакты приюта вы видите на экране. В приюте настроены поставить собаку на лапы. И только после этого искать для него хозяев. Еще раз подчеркну, что помочь собаке может любой желающий. Настя, спасибо. Я бы хотела отметить, что помощь, если кто-то желает помочь животному, можно приносить в нашу редакцию. Мы находимся в Барнауле, на Короленко 51, телеканал «Толк». Ну а мы продолжаем. На аллее вдоль улицы Исакова продолжается реконструкция. О том, что это место в Барнауле заметно преобразится, жители не сомневаются. Но волнует другой вопрос. Куда исчезло освещение и почему в темное время суток на аллее выкли глаз? Редактор нашего телеканала Елена Кузовкина, например, накануне была удивлена, что любимое место для прогулок сейчас небезопасно. На часах половины десятого вечера решили с семьей прогуляться по аллее вдоль улицы Георгия Исакова. Когда-то здесь было чудное место отдыха, играла ребятня, на лавочках сидели мамочки. Сейчас нет ни фонарей, ни лавочек. И куда все это делось, непонятно. Действительно, эту территорию в вечернее время пока освещает лишь пара уличных фонарей. Новогодние гирлянды, оставленные здесь, видимо, для украшения. Несмотря на темноту, здесь продолжают тренироваться люди. Ну а вот так аллея выглядит уже днем. Рабочие демонтируют фонарей. От скамеек не осталось и следа, только разрушенный асфальт. Как нам пояснили в администрации железнодорожного района Барнаула, некогда благоустроенную аллею пришлось очистить от всех конструкций, которые мешают укладывать здесь новую плитку. Устанавливаться на время проведения работ дополнительное освещение для удобства горожан не планируют. Просят потерпеть до конца октября. Но что касается кованых фонарей, которые здесь являлись своего рода визитной карточкой, то их судьба однозначно еще не решена. Малоархитектурные формы, которые были ранее до реконструкции установлены на аллее по улице Георгия Исакова, это собственность ТОС Петровского микрорайона. План АКТОС отремонтировать эти скамейки и фонари и разместить их в будущем где-то на территории микрорайона. Может быть во дворах, может еще где-то. Ну то есть пока точно не решили. Ну а руководство технического университета пошло на уступки нашему именитому легкоатлету Сергею Шубенкову и его не менее известному тренеру Сергею Клевцову, которые во всеуслыша не заявили, что после реконструкции манежа в техническом вузе на легкой атлетике в регионе можно будет поставить крест. Там планировалось вместо беговых дорожек сделать площадки для игровых видов спорта. Сегодня ситуацию прояснил министр спорта Край Алексей Перфильев, который в ежедневном режиме общается с ректором вуза Андреем Марковым. Я думаю, в ближайшие два дня уже будет окончательное решение. Мы очень интенсивные такие переговоры с ним ведем. Вчера с Андреем Михайловичем, может быть, чуть больше нам было времени на то, чтобы подумать, переосмыслить. Но это же жизнь, да? То есть нам кажется, вот это правильное решение. А время подсказывает, что нет. Поэтому легкая атлетика со своими дорожками и дрожами должна остаться там же. Ну, правда, решение пока не окончательное. Но планируется договор. Возможный договор с победителем тендера на выполнение ремонтных работ в Манеже расторгнуть. Вуз закажет новый проект, который будет предусматривать небольшое футбольное поле и беговые дорожки для занятий легкой атлетикой. Ну, в общем, победит. Добро заключил министр спорта. На этой позитивной новости через несколько секунд о погоде. Спонсор компании «Валар» у меня к этому часу все новости. Да, смотрите нас на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, в Фейсбук и ВКонтакте. Подписывайтесь. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok